Всем привет! Сегодня хочу вам рассказать об алмазной вышивке или алмазной мозаики, как ее называют. Что это такое, как оно приходит и как ей вообще заниматься. Значит, сзади меня вы видите сразу уже готовые работы. Вот это тоже готовая работа. И вот здесь у меня на столе, видите, еще немного осталось незаконченное тоже работа. Приходят они либо просто намотанные рулончиком, скрученные в поролоне, то есть без упаковки. Либо вот в такой упаковке. Это зависит, читайте внимательно описание ролика, зависит от размера картины. Чем больше картина, тем придет она в упаковке. Вторая особенность, которая есть, когда будете убирать, вот эта вышивка есть с круглыми и квадратными кристаллами. Вот здесь, например, эти кристаллы кругленькой формы, на этой они квадратные. Но это основание кристалла, круглое или квадратное, а дальше оно идет полностью граненое, как алмаз. Поэтому и называют ее вышивкой алмаза. Почему ее называют еще вышивкой? Потому что по результату готовая работа очень похожа на вышивку бисером. Вот эти кристаллики, они похожи на бисеринки. И получается, что работа вроде бы как такая же. Поэтому называют вышивкой. Но все эти грани, в отличие от вышивки бисером, они переливаются на свету, каждая грань, и блестят. Бисерная вышивка так не блестит. Поэтому это выглядит очень красиво. Вот так можно ее оформить в самые различные рамки. Тоже, как и вышивки люди оформляют в самую разную цветовую гамму. У меня просто такая немного темная гамма. Но так не подходит по интерьеру в квартире. Но это может быть что угодно. Может быть, как вот это, дети. Может быть, иконы, могут быть пейзажи, светлое, море. Самое разнообразное. Выбор просто огромный. И еще дополнительное, что можно заказать в Китае, это свою фотографию вышло. И эту вышивку вам сделают из вашего портрета. Дальше. Сам принцип какой. Вам могут прислать пинцет. Это на квадратную вышивку. И вот такой коронач, щуп. Я не знаю, как его правильно назвать. Для круглой. Значит, вот эта часть вся заклеена бумагой. Вот такой. И вы постепенно отрываете бумагу. Здесь, видите, есть символы, которые соответствуют цифрам. В комплекте идет вот такая схема. Карта-инструкция. Где вот эти все символы, обозначенные номером. Приходит все вот в таких пакетиках. На которых есть номера. Вот видите, выбиты номера. Но пакетики эти ненадежные. Поэтому вам нужно будет подобрать или какие-то контейнеры, баночки, киндеры. Что у вас есть, чтобы пересыпать его туда. Потому что эти пакетики рвутся. Также есть в комплекте такие простые пакетики. Но их немного. Тут бывает до 50 цветов. Смотря какая вышивка. Поэтому нужно что-то такое подбирать. То есть, ну а клеить его очень просто. Конкретный пример. Вот, например, у нас идут. На условном обозначении это X. Смотрим по схеме. X это 310 номер. Мы находим нашу баночку. Куда мы пересыпали 310 X. Сбрасываем себе сами кристаллики в лоточек. Чтобы удобно было брать. Берем пинцетиком. Старайтесь выбирать, чтобы сам кристаллик был ровненький. Их есть много. Всегда есть какие-то лишние, запасные. И бывает, что вот такие заусенцы на кристалли. Какие-то неровности. Вот это все выбирайте. Потому что потом они будут плохо друг с дружкой ложиться. Вот этим щупом тоже можно ложить квадратные кристаллы. Хотя они вроде как предназначены для круглых. Но это без разницы. Нам главное, чтобы захватить. И перенести с лотка на самое полотно. Вот мы взяли и положили. Здесь, если нужно, грани, стороны вот так подровнять можно. И это нужно делать, потому что может пойти потом гулять. У вас ряд будет некрасиво и заметно. Ну вот так вот и продолжайте. То есть это очень все легко. И намного легче и быстрее, чем бисером вышивать. Взяли, приложили. Или это и взяли, приложили, поправили. Ну здесь же в принципе не нужно вам куда-то особо спешить. Это работа для удовольствия. Есть работы с полным заполнением. Есть с частичным. Например, иконы. Там лик не выкладывается, а вокруг все выкладывается. В принципе, такой же и бисерной вышивки такой же принцип. Бисером не вышиваются лики. Ну и таких вариантов много. Можно этим, эту алмазную вышивку, также делать детям и взрослым. Детям очень полезно, так как это творчество сделано своими руками. И развивает моторику, внимание, усидчивость и все прочее. Взрослым этим тоже, так же как люди любят вышивать бисером и нитками. Это такая же работа, только без ниток. И получается очень красиво. Вот такой был небольшой рассказ об алмазной вышивке или мозаики. Смотрите, я оставлю несколько ссылок, там где я покупал свои вышивки. Но на Алиэкспресс их очень-очень много. Смотрите, выбирайте, ищите. Может быть что-то для себя и найдете. Все, спасибо за внимание, пока. Субтитры сделал DimaTorzok